НЕРУССКОЕ РАДИО Та-дам! И вот и снова мы в эфире НЕРУССКОЕ РАДИО И сегодня, прямо с сегодняшнего дня у нас стартует новая рубрика Ну-ка, какая же рубрика, Кирилл, расскажи О, кто-то у нас заговорил Кто-то пришел, пришел, Медведь пришел мимо, проходил по лесу Павел Бабин, да, конечно Юрий Юрьевич, меня зовут, и между прочим, у нас сегодня новейшая, неслыханная вообще, еще в мире рубрика Звезда из народа Народная звезда, народная звезда Ну или народная звезда, или звезда из народа И сегодня ее открывает вместе с нами наши сегодняшние гости Зовут ее Анастасия Першина Першина-Жара Анастасия Першина-Жара Здравствуйте, Анастасия, привет! Всем привет! Мне очень приятно с вами пообщаться Да, всегда бывает такое, что фамилию и псевдоним немножко бывают, путают меня Ну, ничего страшного, страшного Ну, давайте прямо начнем с... Значит, Анастасия Першина, это настоящее, я так понимаю, почему нет? Да, это мое настоящее имя, я его оставила лишь для того, чтобы все мои прежние поклонники из бардовской жизни меня все-таки помнили Жизни потом нынешней попсовой я стала как Настя Жара Да, но вдруг пришла идея снова твориться в жизнь, как Анастасия Першина Вот у меня арт-директор очень настоял Поэтому мне пришлось оставить этот интересный псевдоним, придуманный моим самым замечательным другом К сожалению, мы сейчас с нами нет, но Анвард Люберден дал мне этот псевдоним «Жара» И я его так и оставила Несете его так гордо по жизни Да, я гордо, потому что мне очень нравится Значит, вы сейчас уже, Анастасия, вы сейчас уже практически половина наших вопросов из интервью ответили сразу, вот так вот вступив Поздоровались, все, значит, половины интервью нету Анастасия поздоровалась, я сейчас половину сценария позвал Давайте попробуем спасти вторую половину сценария Значит, хватаемся за соломинку За жаркую соломинку Пытаемся ухватиться Вы у нас, как это, впервые, можно сказать, в нашей программе Потому, может быть, и звезда из народа в том числе Вы выходец, как правильно сказать Из бардовской истории Из бардовской песни, да? Да, я, изначально я была бардом Ну, в принципе, я иногда все-таки придерживаюсь этой традиции Возвращаюсь в бардовской круги лишь для того, чтобы порадовать своих друзей И приезжаю в свой замечательный город Пущино Всем привет, кто меня слушает Подмосковный, я так понимаю Да, подмосковный город Пущино Всем привет Город Пущино, Подмосковный Да, замечательный город Там я начала свою бардовскую карьеру со школьной сканье То есть, изначально я отучилась на фортепиано Как обычные девки А музыкальное образование есть, я понимаю? Да, есть Отучилась я в школе Да, в музыкальной Как пошла в первый класс А одновременно у меня музыкальная карьера По классу фортепиано Затем, я уже окончив музыкальную школу по классу фортепиано И она вдруг решила пойти на гитару А почему бы и нет? Да, экстерном закончила за пару лет гитару И в эти два года я уже стала бардом Да, мне вдруг осенило писать стихи Ну бард, бард, у нас же нет бардов женщин Или они есть? Почему? Их очень много Их, оказывается, очень много Их очень много Почему такой именно выбор? Нет, на самом деле, просто город Пущино насыщен бардами очень сильно Все любят играть под гитару, выступать, потому что город свежий Город располагает к природе, всем хочется пойти отдохнуть в лес И все становятся бардами И потихонечку развивается вот такое направление благодаря гитарам, песням И вот такому приятному настроению застолья в лесу Да, и вот это влечет Здорово, что все мы здесь сегодня собрались Да, влечет к бардовским Любитель шашлыков, короче Павел, а ты знаешь бардов вообще, кроме Анастасии? Ты знаешь, Никитин их помню, как, я не знаю, барды ли они Да, да, вы совершенно правы, они у нас работали в институте научном По-моему, в микробиологии И у них была карьера, карьера ученая Они были учеными, замечательные люди Потом они уехали в столицу и... И все, и Александра Александровна Карьера ученых кончилась у них Да, да Были ученые, наукой увлеченные Да, и теперь уже пойдут Я знаю просто только одного барда, к сожалению Это кто? Это Семен Слебаков Да он даже не бард Он себя позиционирует как бард Но бог с ним Исполнитель барда Бард, насколько есть Итак, значит, город Пущино далекий Вернее, близкий Бард, Анастасия Хорошо, и что же... Ну то есть, я так понимаю, что до какой-то определенный момент в жизни вы были бардом? Да Ну прям бардом-бардом Начинала я в школе, да Или прям серьезно все, прям концерты были? Концерты, конечно Я же не просто... Шоу-бизнес начался уже, да? Конечно Я же говорю, со школьной скамьи Я сначала во дворе начинала петь песенки свои, пробовала Нет, не без того Я еще изначально пробовала «Солнышко в руках» вот эти вот песенки, другие песенки пела тоже Но мои, почему-то, нравились больше в моем исполнении И это затянуло, я стала писать Ага, ага То есть, вы пишете у нас стихи еще получается, да? Да, пишу стихи, пишу музыку и, соответственно, выступаю Сначала это было только бардовское направление Ну понятно, понятно Нет, давайте постепенно мы сейчас сделаем Да, выступала в нескольких городах Значит, Пущино, где я заслужила такую степень, как лауреат и дипломанта авторской песни Затем я выступала в городе Королеве, в городе Серпухове, Балашику звали Здесь в клубе Лимонаде выступала В общем, прошвырнулись вы по Подмосковью, я так понимаю И по Подмосковью, вот в Москве Лимонаде И по Москве прошвырнулись, я понял Вот Что касается, хорошо, понятно Что касается, прям, я знаю, что у вас какая-то есть такая научная стезя в вас В вас не угасает научная стезя Да, параллельно я занималась наукой Сначала я закончила юриспруденцию, работала юристом Одно время в Ратыпе, да, в Серпухове Работала в Москве как менеджер, потом юрист-консульт на Динамо И затем меня увлекло в политологию Значит, я закончила аспирантуру по политологии и на кафедре политологии права Защищала я диплом, диссертацию защищала по теме «Место и роль женщин в политическом процессе современной России» Вау! Да, замечательно «Место и роль женщины в политическом процессе» Ну-ка, подождите сейчас И одновременно по окончании, по окончании, конечно, написания диссертации я еще выпустила замечательную книгу Ага, ну-ка, верните, пожалуйста, Анастасия Гендерная политика для современной женщины Боже мой! Кирилл Юрьевич, впервые, можно сказать, за всю нашу с тобой деятельность, радио, у нас в гостях умный человек образованный Доктор наук Доктор наук Или кандидат Кандидат училась Кандидат наук Кандидат наук у нас в гостях, а мы с тобой, как это, вдруг война, а я усталый, понимаешь, а мы с тобой не подготовились, как обычно Ну что, что, итак, гендерная политика Ну давайте мы, серьезно, я предлагаю не разбирать данное произведение, потому что, ну, как бы, понятно, что не понятно, что не разберем Параллельно пойдем дальше Также я немножечко озвучу Есть сборник «Ориентир», но это я взяла просто один, у меня их несколько сборников Я взяла только один, там будет одна из статей, как раз, вот, просит показать Я показываю вам круглым планом Да, у меня здесь есть статьи опубликованные, научные, да, о женщинах и о политике Есть социальные у меня статьи, есть политического уровня Ну, в общем, все о женщинах, я так понимаю Да, да, именно, совместимо А женщина в политике сейчас это модно Как, знаете, такая есть программа «Модный приговор» Вот это что-то такое вот есть Да нет, приговор какой-то женщины в политике, на мой взгляд Приговор для женщины какой-то, в этой степени А кого бы вы сейчас выделили, Анастасия, среди наших женщин-политиков? Ну, просто, если я буду выделять, конечно, это будет очень смешно На самом деле, я немножко отойду, может быть, от самой Госдумы Российской Федерации И мне вот Валентина Матвиенко нравится, как вот наша вот, именно, тоже, как вот она, действительно, пусть она и мэр города на Мевске нравится, как женщина, вот мне кажется, она это кажется Она помню, сейчас ты, она же не мэр города, она же председатель Совета Федерации Да, она была, бывшая Да, ну, я вот говорю, когда вот она властвовала, мне очень нравилась ее сдержанность Как она властвовала, она сейчас, по-моему, 30 властвует Нет, именно вот в тот период, она начинала властвовать Да, когда начинала, вот у ней раскрылся вот этот талант Сейчас это больше и более неотразимо, я бы сказала А вот к феминизму не имеет отношения никакого вот это все движение ваше изучение и социальное положение женщины как политика? Нет, вы? Нет, я спрашиваю, вы, случайно Настя не феминистка, случайно? Нет, я не феминистка, на самом деле я просто поддерживаю женщин Да мы тоже как-то стараемся вроде как-то вот Нет, на самом деле феминизация это больше страдает американская структура Наша российская, она дает свободу мужчине и женщине одновременно раскрыть свои таланты и идти вперед У нас феминизации как таково нет, у нас все могут все, я бы так сказала И такие лидеры, вот например, мне нравится очень замечательная женщина Ирина Хакамада, вот как политики относящиеся Да, мне нравится, и многие у нас вот, наша гимнастка, вот замечательная, есть Алина Кабаева, она тоже в политике сейчас Она в политике сейчас, да? Да Она вроде как отдыхает в Думе сейчас Была вроде в политике вообще У нее была спортивная карьера, на которую она устала, сейчас у нее долгосрочный отпуск в Государственной Думе Да, вот действительно, она проявила свой характер А Алина Хакамада, насколько я знаю, сейчас в политике вообще никакого отношения не имеет Нет, ну я же говорю Ну про вообще Вообще, я же обсуждаю несколько, я почему говорю о многих людях, вообще книгу я написала, это 13-й год А я когда вот была, именно вот защищалась и писала Но дело в том, что я почему и затронула сейчас вот Алина Кабаева, например, другие Просто я и сейчас как, немножечко не работаю в этой сфере политически, немножко отклонилась творческую деятельность А тогда я была больше вот к ней привязана А почему я сейчас вот Алину Кабаев затронула, потому что, во-первых, они действительно сейчас там хорошо Устроились Да, освоились Они вообще действительно там хорошо устроились в своей благородной жизни Так У нас вот шоколадная женщина, все ее знают Кто это? Собчак, да, Ксения А, шоколадная А почему она шоколадная? Все время, я говорю, шоколадная женщина Ну, она сейчас очень хорошо освоилась, я считаю В политике Да, многие ее, конечно, не очень любят за ее резкий характер, наверное, да Но, ну, мне иногда нравится ее А не кажется вам, Анастасия, что вот, допустим, многие сейчас политические деятели Пытаются превратить свою деятельность политическую все-таки в какое-то шоу В какое-то шоу А это, скорее всего, связано с тем, что многие сейчас политики именно из шоу-бизнеса Вот как это В том числе, да И спорты Ну, то есть Ну, вы поймите, Алина Кабаева Алина Кабаева Алина Кабаева Хорошо, вижу книгу еще, может быть, как-то мы разбавим сейчас тему политики Сонетта любви называется Да Давайте я вам сейчас о сонеттах любви немножечко расскажу Дело в том, что, о, даже вот есть записочки еще Это к тому, говорится, что я продолжаю творчество, обязательно пишу, продолжаю По мотивам сонеттов любви Да Так это настоящие сонеты? Да, я сейчас покажу Вот это называется книжечка сонеттой любви Анастасия Першина Михайловна, мое отчество Очень приятно, Анастасия Михайловна Да Жара Да, да Прошу любить и жаловаться Следующий, наверное, будет с эмблемкой жара Вот А, даже так Да, обязательно Сонеты от жары Так, сонеты любви С чем это связано? Я писала книгу на разные темы Любви к миру Любви к природе Любви к творчеству Любви семейной К детям и так далее Матери Вот этот книг Да, там вся любовь прослеживается Одна из интересных композиций на сегодняшний день Вот мир, в котором я живу Как раз вот взята из данной книги Я ее написала тоже в 2011 году выпуск Прошу вот, кстати, вот эти все книжечки И гендерная политика и сонеты любви Вы можете прекрасно найти в библиотеке имени Ленина У нас вот сейчас две книжечки Под авторством Анастасия Першина Вот Прошу, пожалуйста, сонеты любви от 2011 года А гендерная политика от 2013 года Спасибо Кирюшенька, я прошу тебя, пожалуйста Не русское радио Анастасия Першина жара У нас сегодня в студии Кир Юрьевич Павел Балин И это новая рубрика Звезда из народа Да, Кирюшенька, я прошу тебя, пожалуйста Будешь в Ленинской библиотеке? Я знаю, ты собрал туда в четверг? Да В четверг Сегодня среда, в четверг собрался Но я в следующий поеду А, а, в намедние, в намедние Да Зацепи мне пару книжечек Мне, пожалуйста, ориентиру не надо У меня с ориентиром все в порядке Ты мне сонетик возьми, пожалуйста И гендерную политику для женщин Будет сделано, все, не вопрос Может ли на меня рассчитывать? Договорились Может быть, послушаем Я предлагаю, да, к творчеству как-то Окунуться у нас все-таки Творческая история Поэтому, может быть, все-таки Начнем Мы еще не известны Мне кажется, что Анастасия не определилась Вот честно говоря То ли она политик То ли она В ней еще спит Женщина-политик Анастасия, а вы бы хотели вообще политическую карьеру? Да ты что, не видишь, что ли? Что ж ты? Конечно, да Ну, хорошо, пусть ответит Анастасия Хорошо Я скажу, что я занималась Может быть, поэтому вы и сомневаетесь Потому что я занималась Всегда параллельно У меня наука и искусство Поэтому, действительно, можно себя проявлять и в этой сфере Но не говорю о том, что надо забывать творчество Я сейчас усиленно буду развивать именно творческий свой потенциал Мне это очень нравится И меня это очень зажигает Кто-то знает все равно Я тебе говорю, Гирюша В этой женщине спит политик Ну, по крайней мере, уже не спит Он просыпается в ней У женщин у них же всегда так Сегодня там творчество Завтра Да, да, сегодня творчество Послезавтра Опять же, как мы передвигаемся, понимаешь Только кухню поставили Уже послезавтра уже все надоело Вам и дни, Павел Обязательно нужно делать ремонт периодически Обязательно менять обстановку Я с вами согласна, да Поменяли обстановку дома, поменялась обстановка в жизни Ну, типа Я в это не верю Работает? Нет вообще Я не знаю, вот у женщин, у них, я извиняюсь У нас работает эта история вообще А работает так очень хорошо, когда уже что-то назрело, да Вот хочется поменять, да, вот что-то Обязательно надо что-то сделать У тебя сейчас ответили на вопрос? Нет, у них назревает что-то Они, у них свои задачи, понимаешь У них своя, как бы Вы сейчас, на каком этапе вот у вас сейчас все чинно, благородно, все идет своим чередом? Или вот какая-то назревает история новая у вас? Какой-то переломный ход, переломная история? Сейчас у меня в творчестве назревает, назревает подъем Я решила усиленно заниматься творчеством Пишу сейчас песни в стиле поп и рок Мне в этом помогает замечательный композитор Витас Норкус, который занимается роком Я использую его, например, музыку Пишу стихи А вот с попсой я пишу ее полностью сама Музыку стихи Немножко бывает где-то аранжировки Чуть-чуть помогал А Алексей Фокс и Кантана Фокс Вот они немножечко мне вот так вот подсказывали, как лучше это все сделать И чуть-чуть помогали Вот А так, в принципе, мне вот нравятся два направления Я иду потихонечку Ну что ж, я предлагаю послушать композицию Называется У меня три композиции Вот начнем мы, наверное, с аэроплана Давайте Пару слов, как скажете, Павел Я сегодня за диджей Пару слов про композицию аэроплана Композиция «Мой аэроплан» Родилась у меня в городе Пущино И я вышла просто на балкон очередной раз Мы жили тогда на седьмом этаже И очень хорошо было видно, как дельтапланы, аэропланчики И, значит, мелкие самолетики летали вот над нашим домом Так как мы жили в городе Пущино А чуть-чуть по соседству Имеется деревня Грызлова И вот там есть аэродром Грызловский И оттуда постоянно идут учебные полеты Спать не дают Да, ну нет, они не спать А утром они обычно просыпаются И с утра начинают планировать И вот у нас очень хорошо было видно аэропланы, дельтапланы И вот мелкие смолеты Я не выдержала, написала песню замечательную Отлично! Слушаем тогда Анастасия Першина ЛД-шоу Рубрика Звезда из народа Песня Аэроплан 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 от нашей сегодняшней гости Анастасия Я так понимаю, что мой аэроплан называется Да, Анастасия называется Мой аэроплан Ну что ж Радио, ЛД-шоу Кирилл Юрьевич Павел Бабин Звезда из народа Ты все сказал уже? Да? Всего счастливого давай Спасибо Продолжайте, Павел Ну что ж, а мы продолжаем Анастасия Першина с Гатчатак и... Жара Жара Да, мы жару добавляем Забываем добавлять Ну, что, что Павел Пару слов по песне Можете сказать Секундочку Вопрос такой А есть принципиальная разница Анастасия Першина-Жара Или Анастасия-Жара-Першина? В принципе, лишь Ну, просто так сложилось Я добавила имя, фамилия А уже затем Псевдоним То есть все-таки Анастасия Першина-Жара Все, договор 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 Подписали Печатями скрепили Рукопожатиями Мой аэроплан Не, не так А как? Ну Давайте, Павел Не получится Мой аэроплан Что ты увидишь, когда поешь песни Мой аэроплан Ну что, нет Я хочу сказать, что Какой-то задор Какой-то я услышал Что-то напоминает Что-то такое По стилю Нет, она такая Сейчас она у меня Попсовенькая Изначально Она была Такая Она была Руковая Нет, она была Немножко попсорок Потом она стала у меня Попсовенькая Такая веселенькая Песенка Мой аэроплан Как я уже сказала Я ее написала Все-таки В городе Пущино Пока Летали Аэропланы А также Я писала Некоторые произведения Как Райский сад Также писала В городе Пущино Мир, в котором я живу Я написала Перед самым Получением Лауреата Авторской песни Дипломанта А также И Барда России Присвоенному В Замечательном Городе Королеве Вот Там я подарила Замечательные Две книжки Вот эти вот Гендерную политику Сонету любви Вот эти две книжки Все-таки Наши Нашей космонавту Да Вот так сказать Женщине космонавту Да Женщине космонавту Да Валентине Терешковой Нашим космонавтам При знакомстве Да Лично познакомилась И подарила В общем-то Ей две книги Да Вы какое-то получили От нее Впечатление Да Замечательное Она очень была Счастлива И рада Ему выступлению Вот в тот момент Да Ну вот Попробуй пойти дальше По хронологии событий Хронология событий Я Исторических Да Все-таки Я познакомилась Замечательной подружкой Оксаной Сафоновой Она являлась Еще На момент По-моему 13-го года Да Именно в тот момент Она являлась Арт-директором Левостороннего Группы Левостороннего движения И вот тогда мы Познакомились с Анваром Который Был приглашен А вы до этого момента Были бардами Да Я была бардом И в качестве барда Была приглашена На концерт И с Николаем Векшином Со своим другом Тоже бардом Бардом России И также Против нас Против бардов Шла попса Барды У вас была битва что ли там? Да Барды Против попсы А Вот так Где это вообще происходило Я бы посмотрел сюда Прям Прям Барды против попсы Представляешь Да Это был замечательный концерт Замечательнейший концерт Гитары ломали об них Они у вас электронные Вы об них Нет Мы на самом деле Это был замечательнейший концерт Барды против попсы Потому что мы выступали сначала Я и Николай А затем Выступила группа Левосторонние движения И в ней Играли Ямаматов И солист группы Анвард Леубердин Ныне кстати К сожалению Он 12 июня умер Но Вот Успел меня Ввести Можно сказать Творчество Попсовое Да Зарази Укусил Да Попросил переехать в столицу И мы начали заниматься Творчеством попсов И вот с этого момента Я стала попсовиком И вот вы слышали Как раз В попсовой обработке Вот Песенку Мой аэроплан На самом деле Это хэви метал Хэви метал Хэви метал Рок Бывший Металлика Нет Обычный рок Раньше этой песни Валили деревья Фузами этой песни Валили деревья А сейчас она стала моя Аэроплан Чуть-чуть Подверглась обработке И стала более Мягкой Да Замечательно Затем Вот Я занималась Немножко роком И еще Будучи в городе Пущино Поскольку Вот Мой любимый человек Он был рокером Алексей Привет Если вы меня А что Он тоже переделался что ли? Нет Это просто Бывший мой муж Можно сказать Грязанца супруга И мы разошлись Ага Да Но все равно Осталось Привет передает же моему? Да Привет передает Привет А есть песня посвященная ему? У нас тут многие приветы передаю Я сейчас Нет У меня есть стихи Они практически все были Подосвящены ему Вот Анастасия Ага Может что-нибудь Может что-нибудь Прочтете из своих? Ну Если посмотреть Сейчас Я могу Если только о нем Только Вот есть Анастасия Давайте сначала с меня начнем Да Конечно Она зайдется Настей И любит танцевать Она поет романсы И обожает танцы Такую девчонку мечтает Повстречать Не только европейцы Но даже африканцы Ах Настя Настя Настенька Ах Анастасия Душа так хочет праздника Да на всю Россию Гордая девчонка Лишь бровью поведет И каждый подойдет И у парней немало Сердечка замирало При виде этой Насти Мечтали все о счастье Появится однажды Совсем не тот Что каждый Надежный Верный Парень Дорогу Перейдет И с Настей Конечно будет Счастье Она Судьбу Свою найдет а то у анастасий А что читать про Алексей den Да, вот она, Алексей. Пожалуйста, Алёша. Есть такое стихотворение. Я каждый день сижу у окна и пишу для тебя стихи. И радость жизни одна у меня, когда рядом ты. Алёша, Алёша, Алёшка, пишу для тебя я стихи. Смотрю на тебя в окошко и сердце радуешь ты. Алёшка, люблю я тебя, прошу тебя не спеши. Радуйся и маня, за собой ведёшь меня ты. Любви переполняет желание, целуешь у статы мои. Любовное это свидание привело нас к страстной любви. Отлично. Я просто по-блазу практически. Алёшка-то локти себе накусает. Да сейчас просто не то, что локти кусает. Он сейчас уже тросы перегрызает лифта в подъезде своём. Не может. Не может он, да. Интересно, каково это, когда тебе посвящают целую... целую книгу. Представляешь, что так... Называть её сонетой любви. Ты посидел сейчас, слушал радио и кто-то там вдруг сказал, а это вот мы бывшие троллета-поля, и такой Кирюшка, 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 Кирюшка. Кирюшка, Кирюшка, Кирюшка. Сижу каждый день в окна и Кирюшка пишу тебе. Представляешь, как ты бы плакал, а ты идёшь, что тросы бы перегрызал. Я бы сразу, я бы сразу, алло, 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 сразу же. Сразу 150 и алло, да, сразу же? Без 150. Без 150 разошлось. Да, ну, здесь много о ком ещё есть. Прелестно, прелестно. Единственное, что вот... Балдёжно. Балдёжно. Я чувствую прям вот этот задор какой-то, такой, не знаю, девчачий задор, он прям сквозит, прям сквозит девчачьим задором, отовсюду. Творчество пронизано. Чего не возьми. Потому что мы с ним познакомились, когда мне было 20 лет, и мне хотелось страсти, и очень каких-то таких серьёзных отношений. Вот он вселил меня вот как раз. Он дал эти отношения, я так понимаю. Потом, так сказать, и ушёл. Потом взял. Да я бы не сказал, что я просто сама почему-то уехала. А, наоборот всё. Ну, извини, Алёшка. Анастасия сбежала просто от счастья своего. Написала ему, понимаешь, пацаны, это Алёшка. Алёшка уши поразвесила Алёшка, Алёшка, а она потом уехала почему-то. Получается, сердце-то разбито у Алёшки. У Алёшки. Ну, Алёшки, но всё-таки мы были 10 лет вместе. Получается, сердце-то у него всё равно разбито. Конечно. То есть вы ему как бы надежду дали, и всё вот это вот. Алёшки, любовь, и потом просто уехали. Нет, на самом деле там была причина. Ну, всё. Не важно. Главное, давайте не будем о грустном, будем о хорошем. Всё-таки я прочитала замечательные стихотворения. А также ещё есть несколько замечательных стихов. Ну, всё-таки немножко о роке, о попсе. Я всё-таки, как сказала, начался рок оттуда. Много песен роковых переплели сейчас в попсовую стезю. Сейчас мы будем больше попсы слушать. Но также, напоминаю, концертные программы. Можно смотреть мне в ВКонтакте. Там будет рокопопсовые концерты. Вот. И, соответственно, напоминаю, что некоторые сейчас роковые композиции, как музыка, будут звучать от Витаса Норкуса. А мои, соответственно, больше попсовые будут. Но Витас Норкуса всё-таки согласится с тем, чтобы я положила туда стихи, свою мелодию. И теперь я пою сама со своей мелодией, со своими стихами. У вас выходят концерты? Да. Вы выходите с концерты? Есть такая программа концерта? Ну, есть у меня свои вот эти песни. Я выхожу с ними. Когда меня приглашают, я выхожу на определенные концерты. Выступала и в Мезо-клубе замечательно. И в других тоже арестованных клубах. У меня есть предложение послушать песню следующую. Так, в патрон, в патронник заряжает Павел в нашем плейлисте следующую песню нашей сегодняшней гости Анастасии. Я извиняюсь, по-английски написано «Королева». Нет, это как раз называется песня «Мир, в котором я живу». Просто аранжировщик впечатлился на меня, как на королеву, и решил написать такое странное название. Ну, хорошо. Песня называется «Мир, в котором я живу». Анастасия Першина, «Жара», «Мир, в котором я живу». Вот такая вот история, только сейчас на русском, на нерусском, конечно же, радио. На русском такая же, Кирюш, история практически, но не совсем. Но не совсем, но не точно. Ну что ж, да, это ЛД-шоу в эфире «Нерусского радио». В Москве уже 18.57. Точная московская. Да, подходит к концу время наше, к сожалению, нашего интервью. Анастасия. Вы обещали еще третья песенка. Да, третья песенка будет обязательно. Какие-то анонсы, может быть, есть? Что, что? Банальный, но все равно. Какие творческие планы? Какие творческие планы? Значит, сейчас я потихонечку буду выступать. Я думаю, что вы меня скоро увидите на телепрограмме. Меня пригласили на программу, на канал «Московский», проект ЛДПР Жириновского программа. И как раз я буду давать там интервью. Я думаю, что всем будет интересно послушать меня и там, и увидеть меня, лицезреть. А также будут планироваться уже действительно серьезные выступления на больших сценах. И прошу вас следить обязательно за рекламой. Опять же, обращаю внимание на свою замечательную страничку ВКонтакте. Там я немножко сокращенно написана «Настя Жара» в скобочках «Першина». Как ее найти? Как она звучит? Да, «Настя Жара» в скобочках «Першина». Я специально вот так вот сделала, чтобы все те, которые меня знали изначально как «Настя Жара», все-таки меня не забывали. И есть замечательная-замечательная афиша, в которой я написана полностью. Анастасия Першина «Жара», поэтому все произведения, все концерты будут именно под вот этой афишей. Так что обязательно смотрите, набирайте полное мое имя. И я думаю, что вы все концертные программы мои как раз увидите. Сейчас меня также немножко пригласили вести роль в таком замечательном фильме, как «Оперон». И теперь я буду еще как актриса выступать в роли Мелиссы. Поэтому прошу, меня любите жаловать и смотрите еще фильм «Оперон». Актриса в роли Мелиссы. Ага, как это такое. И он, Маска. Ага, вот это вот так. То есть получается, что прям, я не знаю, даже, хочется сказать, даже смотрите, даже если вы не хотите смотреть, то вы меня все равно увидите. Где-нибудь, я прорвусь. Акстане, фильм это для проката или для ТВ? Я думаю, что для серьезного телевидения готовится, но все, конечно, зависит от пиар-менеджеров самого фильма, от продюсеров данного фильма. Поэтому будем следить за рекламой, следить за возможностями трансляции его. А пока мы его все-таки будем снимать потихонечку. Ну уж, конечно же, у меня же вам деваться. Теперь 15 марсеров потихонечку. Может быть, альбом у вас выходит, песен. А, да, что касается в альбоме песен, я еще не сказала. У меня первый был «Хлопья снега», все-таки бардовский альбом. Все-таки вышел. Да, все-таки давно уже вышел. Прорвался все-таки бардовский. Да, мы вышел. Да, где-то 13-й, по-моему, год. Я все-таки выпустила «Хлопья снега». Сейчас, да, на сегодняшний день готовится еще выпуск новых сборников стихов «Воспетой страстью». Скоро вы его увидите, узнаете, прочтете. И я думаю, рокопопсовый будет какой-нибудь альбом для вас. Сейчас, пока я еще не знаю, как назвать, будем потихонечку его готовить. Поскольку Витас Норкус желал также сделать замечательный, великолепнейший концерт. У него здесь замечательные балерины. Вот он роковый концерт, рок-балет делал в свое время в Лос-Анджелесе. У него и Америка, и Англия. Он везде транслировал свои композиции. Сейчас они также будут с моим участием. И я думаю, что не какую-то он рок-оперу хотел. Но что касается меня, мы все-таки создадим попсовую, рок-вую концертную программу. Может быть, возможно, еще добавим балет. Но балет будет современный все-таки, потому что это попса и рок. Я уже теперь не хочу такой классический, какой он создавал. У меня будет все современно, все стильно, все весело. Весело, по-моему, здесь основное слово. Да. Все современно, стильно, весело. Весело и вкусно. Да, да. Не будем... Да, я так проиронизировала, поэтому у меня следующий концерт будет с участием двух замечательных исполнителей. И сейчас вот мы выбираем Денисом Варфлоамиром, моим, можно сказать, арт-директом, который действительно... Я ему подала такую замечательную идею в качестве выбрать мне одного худого, а другого полного. Так это же мы с тобой, Кирилл. Двух человечков. Ты худой? Конечно, тут уже два человечка. Маленький, другой, полный. Не обязательно маленький, может, побольше или поменьше. Главное, чтобы они были веекалипные танцоры и, самое главное, веселые. Так это же мы, конечно. Ну, так тем более. Мы о вас обязательно подумаем. Подумайте обязательно. А, кстати, примем достойное решение, я думаю. Вот так. Вот вы подумайте, обязательно примите, пожалуйста, достойное решение. Обязательно достойное решение. Так вот и рождаются звезды. Да, Кирилл Юрьевич, да, так рождаются. Наконец-то. Наконец-то подождались. Загорелось. Мне подожди, еще не гадкой, но может быть. Обязательно станцевать, да, станцевать. Вот, Павел, обязательно. Тем более, что ты начал, я видел. Потому что песня звучит мир, которым живой. И там есть такие фразы, как мир прикатен для худых и полных. Да, я слышал. И вот обязательно для худых и полных они должны там появиться. Я понял, это будет застука, камера идет, мир, в котором он прекрасен для худых человек, худых и полных, и все, все, вся роль. В трико главное, чтобы они были, в тягивающем таком балетном трико. Особенно второй. У меня есть такое дело, поэтому я готов. Ну что ж, на этой мажорной ноте мы попрощаемся и... А, ну да, давайте так сделаем. Давай так сделаем и песню как раз поставим. На этой по мажорной ноте мы заканчиваем свой эфир. Единственный момент. Песня называется по-английски, опять же, я тут как не радивый диджей. Paradise Garden. То есть сад. Райский сад. Да, вы так... Ну, можно и эту песню, в принципе, поставить, раз вы ее выбрали. Ну, да. У вас хороший вкус, пожалуйста, заметите. Ну, другой вопрос, что не я его выбирал и присылал их менеджеру. Ну, это ничего, это как бы... Райский сад. Я тебе скажу, что присылал. Это какая-то, может быть, как-то связано с библейской историей, нет? Нет. Нет, Райский сад вообще изначально вот эта песня называлась «Лоза». Юрия посвящена? Нет, она не Юрию, она Григорию. Брат Юры. Юра, Григорий брат Юры. Супер, как вас опала. Как совпала, супер. Ну, я тоже, Гриша, привет. Конечно, Григорий, здорово. Сейчас в Москве появятся люди с обглотанными локтями, просто два человека. Ну, нет, я могу перечислять, потому что у меня песни и стихи льются рекой, поэтому перечислять может людей миллионы. Но, собственно говоря, почему «Виноградная лоза» проскочила, потому что еще связано было с вином, мы за бокалом вина очень хорошо посидели. Классика. Ну да, классика жанра. Вино, бокалы, песни. Поэтому и Райский сад, то, что олицетворялось моим замечательным, я очень любила отдыхать на даче. По Першина. Да, Анастасия Першина, жара с вами. Вот, слушать все замечательные песни. Надо обращаться, наверное. Мы-то скажем «До свидания». Мы-то скажем «До свидания», у нас продолжается эфир. Второй час ЛД-шоу, второе, следующее интервью. Мы встретимся в следующем часе, вернее, он уже начался этот час, но мы немножко… Классика, классика жанра русского радио. Замечательно, а я с вами обращаюсь, с вами была Анастасия Першина, жара со своими замечательными песнями, творчеством. Жду вас на своих концертах, люблю, целую, приходите. Отлично, дорогие друзья. Ну, ЛД-шоу услышится с вами совсем скоро. Не переключайтесь.